Хортица объединяет Украину. Фестиваль с таким девизом состоялся на территории национального заповедника. В историко-культурный комплекс Запорожская Сечь съехались народные мастера казацкого края. В имитации казацкой крепости город мастеров. Привезли то, что сделали руками. Вышивка, керамика, резьба. Есть даже картины из рыбьих костей и соленого теста. Сцены из украинской жизни лепила мастер из Токмака. Почти съедобный сюжет покрасила и вскрыла лаком. Есть теперь нельзя, но за 70 гривен можно повесить дома. Это возможно реально сделать дома. Ничего такого особого не нужно. Тут пробовала. Ну и так дальше. Александр только что с рыцарского турнира ремонтировал доспехи, ковал подковы и ножи. Считает кузнец, родоначальник всех профессий. На хортицу привез работы из кованого железа. На наковальне делает подкову из меди. Открытый огонь здесь запрещен. Говорит, счастье можно выковать своими руками. Пашковка, ну она принесет счастье своими руками выкованную. На прилавке по соседству продукты пчеловодства. Мед пыльца прополис продают даже мертвых пчел. Совсем уже экзотический продукт называется подмор. Говорят, помогает после инфаркта и инсульта, стабилизирует давление и укрепляет сосуды головного мозга. Дозировка – пакет пчел на стакан оковитой. Настаивать на водочке и по чуть-чуть пить. Сколько лет жизни, столько капель в день принимать и все. Спросом пользуются не только мертвые пчелы и счастливые подковы. В национальной традиции главная защита от негативного воздействия и залог лучшей жизни – оберег. Он вне конкуренции. Даже начальник областного управления культуры приобрела амулет из капусты, лука и кукурузы. Я приобрела очень интересную работу. Это вот такой оберег, где мастера попытались объединить, я так сказала бы, необъединяемое. Подобный фестиваль на территории казацкой крепости впервые. И говорят, не в последний раз. В области большой потенциал – более 500 народных мастеров. Это не только творчество, но и реальные деньги. Такие постоянные выставки – это очень хороший инвестиционный проект. Потому что чем больше людей будут приезжать к нам, тем больше денег будет получать наша казна. В дальнейшем фестиваль намерены сделать регулярным и даже выйти на всеукраинский уровень. Говорят, есть не только понимание, но и поддержка Министерства культуры. Там обещают вложиться в пропаганду истории и поддержать национальное сознание материально. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...